Девушки отдыхают В школях Барбара Пэйтон, Кворд Понт, Гик Янг, Лон Ченнель, Невил Брент, Джефф Кори, Уорнер Андерсон и другие Автор сценария Эдмунд Норт и Гарри Браун Оператор Лайонел Линдон Режиссер Гордон Дуглас Меня зовут Джо Хармони И вот моя история Я был армейским разведчиком очень долго И в это время толпы людей двинулись завоевывать новые земли Не останавливаясь ни перед чем на своем пути Граби и убивая местных жителей Позже мы построили форт Форт непобедимый На некоторое время Поцарилось спокойствие Но апачи оказались хитрее нас И однажды они подожгли форт Граби и убивая местных жителей Граби и убивая местных жителей Граби и убивая местных жителей М further внизу Граби и убивая местных жителей Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он сказал Люди, главное, что вы должны сейчас сделать, это сохранить свои жизни и покинуть Форд И мы так и сделали Но никогда не выиграть войну вот без этого Это он провел вас через перевал? А мне почем знать, без капитана вам бы не пройти Почему ты так в этом уверен? Капитан Лэнкс никогда не теряет в голову в опасных ситуациях А что это с Хэнстоном? Да парень впервые попал в такую переделку Вот до сих пор и отойти не может От увиденного Ну поначалу это бывает со всеми Да уж поначалу Ему нужно время, чтобы прийти в себя Эй, ты Ты что-то хотел мне сказать? Вот Нет Ну и хорошо Две карты, пожалуйста А это ты, мэм Мистер Кэлли ждет тебя в своей комнате Садись, капитан Спасибо, сэр Итак, ты провел всех? Всех, кроме убитых? Да, сэр Это ужасно Теперь слушай Скоро должна прибыть большая группа переселенцев И мы должны обеспечить их защиту А у нас всего 400 человек Но дня через 4 должно подойти подкрепление Наша задача удержать форт до того времени Пойми меня правильно Он ведь не зря зовется непобедимый Нужно усилить все меры безопасности Поэтому Бери все под свой контроль Да, сэр Объясни всем офицерам Постарайся отдавать четкие и ясные приказы Мы не имеем права на ошибку Удачи, капитан Бен Нет, спасибо Я открою Привет, Джек Проходи С возвращением У тебя довольно бравый вид Хладит много слухов о непобедимом Да уж немало Так что же нам теперь делать? Пока только ждать Ничего другого не остается Ах уж эти коварные апачи Не хочешь виски? Да нет, спасибо Да перестань Тебе, наверное, нужно расслабиться Нет, меня еще ждут дела Вот в чем твоя проблема Ты все время работаешь И не умеешь расслабиться Надо сделать то Надо сделать это У тебя не находится трех свободных минут для меня Почему ты так смотришь? Взгляд капитана трудно изменить Конечно, это все понятно Ты всегда ужасно занят Но когда же ты женишься? Он давно уже должен был сделать тебе предложение Дочь капитана Эвертона Прекрасная партия С этим трудно не согласиться Не беспокойся, Джек Я присмотрю за ней Только не опаздывай Извини, но я должен покинуть вас Мне нужно выспаться Завтра утром возвращаюсь в форт И кто тебя туда послал? А ты не догадываешься Но это ведь очень опасно Опасность моя профессия Мне очень жаль расставаться С прекрасной дочкой капитана Эвертона Но сегодня ночью я уже должен вызваться Спокойной ночи Джек Возвращайся скорее Можешь в этом не сомневаться Джек Джек Я очень боюсь Что ты попадешь к Апачо Я возьму с собой побольше удачи Очень надеюсь на это Я буду по тебе скучать Надеюсь, что это действительно так Будь осторожней Буду Эй, Сэмпсон Да Эй, Сэмпсон Да Как дела? Хорошо А где Кабусин? Опять болтается где-нибудь Около башни Я так и думал Спасибо, Гилдрист Ну, как игра? Я не делал ничего для тебя, Мордок А это не ваше дело Мог бы быть и повежливый Капитан Лэнкс завтра собирается вернуться в Форк И ты собираешься пойти с ним? А ты как думал? Там прекрасные пейзажи в это время Годы, мистер Бернон Я надеюсь, что этот капитан Покончит жизнь самоубийством Сегодня ночью А если это не входит в его планы То я это сделаю за него Я бы и сам с удовольствием сделаю бы это Если бы не одно обстоятельство Капитан Лэнкс Единственный человек Который Печется об освобождении нашей земли Так кто же из вас будет стрелять? А ты задал главный вопрос Может быть Ты попытаешься и тебе повезет? Привет, Джек Привет, Джон Ты возвращаешься? Как видишь Я не в восторге от того, что ты собираешься завтра сделать А что ты предлагаешь? Предлагаю вообще не ездить Апачи ждут не дождутся С кого бы им снять цвукаль Так что Подумай Я не могу не выполнить приказ Другого ответа я от тебя и не ожидал Ну ладно, мне пора возвращаться, Билл Ты мне так и не ответила Я уже все сказала Так значит, нет? Мне не на что надеяться? Нет Нет Ну тогда знай Что я всегда рядом Когда я думаю о твоем будущем Меня берет дрожь Почему? У тебя никогда не будет детей И у тебя будет разбито сердце Так ты что, будешь рядом? Каждый день Прекрасно Да, мне тоже так кажется Так ты еще не решила? Пока нет А знаешь, что я сделаю? Увидимся позже Лэнс 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 Ваш ищет Мистер Ковли Он хочет вас видеть А где Хэллоуэй? На территории Войдите Добрый вечер Здравствуйте Извините Вы хотели меня видеть, сэр? Ты меня поражаешь, Ричард Сэр? Я просил тебя только отдавать приказы И держать ситуацию под контролем А ты лезешь в самое пекло Я лишь выполняю приказ Да, но какой ценой? Ты же понимаешь Что ты один из немногих На кого я могу положиться? Я больной человек И ты должен будешь сменить меня А ты рискуешь своей жизнью Я попросил бы Ну тогда отмените приказ Я никогда не отменю свои приказы Но я хочу, чтобы ты сознал Все опасность Вместо тебя поедет лейтенант Хэллоуэй Я уже дал ему несколько распоряжений Или ты со мной не согласен? Да нет, что вы Я знаю, что он один из лучших Но я никогда не ошибаюсь с людьми А я никогда не спорил с вами, сэр И нечего спорить теперь Я так хочу Да, сэр Это все? Да, это все Мы проводим военную подготовку Каждый день Но пока результаты Войдите Привет, Джек Разве ты еще не спишь? Ты назначен на должность моего помощника И поедешь вместо меня, к сожалению Ты шутишь? С такими вещами я не шучу Да, конечно Удачная у меня сегодня ночь Забавно Сколько всего произошло за это время, а? Да уж Никак не ожидал, что стану помощником самого капитана Мне кажется, что я не уснул Этой ночью Спокойной ночи, Кэд Спокойной ночи, Джек Спокойной ночи Джек Как ты можешь быть таким холодным? Холодным? Как ты мог такое сделать? Как? А ты это о чем, Кэдди? Не считай меня за дурочку Я прожила среди военных всю свою жизнь И прекрасно знаю, что такие назначения Так быстро не происходят Кэдди, поверь мне Так сложились обстоятельства Я собирался идти один До этого момента, пока Ты не увидел, как Билл целует меня Я никогда от тебя Такого не ожидал Кэдди Я не в состоянии что-либо изменить Приготовиться По коням Удачи, Билл Спасибо, Джек Удачи, Джо Вперед Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он стоит около этой стены уже третью ночи Когда же он будет отдыхать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Открывайте ворота. Это люди Холлоуэя. Что-то произошло. Уберите его отсюда. Ты допустил ошибку, Джеймс. Не хочешь взглянуть? Как хочешь. Билл. Билл. Джо. Джо. Позаботьтесь о нем. Да, сэр. А ты мне не хочешь рассказать, как все произошло? Индейцы взяли его в плен. Он находился у них около трех дней. Потом мы отбили его. Он был еще жив. Я бы не назвал его состояние живым. Но он еще дышал. Они подвергли его страшным пыткам. Индейцы вполне могут добраться и до нас. Ты действительно так думаешь? Да, мне кажется, им не хватило трех дней, чтобы нас сытить свою кровожадность. Так значит, нам ждать гостей? Да, Апачо уже много лет назад положили глаз на эти места. Сегодня ни один человек здесь не может быть уверен в завтрашнем дне. Вот все, что я хотел тебе рассказать. Спасибо, Джо. Капитан Ланс, вас уже ждут. Извините, я знаю, что произошло. Позвольте выразить мне свои соболезнования. Спасибо. Этот офицер был хорошим человеком. В армии таких немного. Помоги-ка мне снять сапоги. Если бы не было Ланса, то Холлоуэй бы еще был жив, и он бы был dead. По мне, так лучше бы Ланс оказался на его месте. Да, я буду скучать по лейтенанту. Тот прошел слух, что ты, возможно, даже рад, что лейтенанта убили. Ты можешь получить повышение. Да, никакого повышения мне не светит, пока Ланс жив. Так это его вина или твоя вина? Теперь уже не важно. Повышение ему все равно не видят. Вот что я вам скажу, ребята. Чтобы войти в доверие к капитану, нужно всего лишь знать разницу между солдатом и лейтенантом. Если ты ее знаешь, считай, что ты уже офицер. И Ланс пошлет тебя куда-нибудь задать. Но вам такая перспектива не грозит. Потому что вы кричите на каждом углу, что вы из себя представляете. Только поэтому? Не только. Еще и потому, что вы думаете только о своей шкуре. Кто бы говорил? А как бы ты отреагировал на предложение капитана? Как так? Это уже не мое дело. Ответь мне только на один вопрос. Что бы ты сделал, если бы встретил капитана Ланса в темном месте? Знаешь, я бы обхватил его руками и очень крепко обнял бы его. И потом спросил, капитан, вам нравится? Да, как же... Ты бы просто струсил и убежал бы, как грязный ублюдок. Да, как грязный ублюдок. Я тоже знаю одного грязного ублюдка. А ну, слезай-ка вниз. Да, я не собираюсь марать руки от грязного ублюдка. Я же сказал, слезай. И я тебе уже ответил. И я долго буду ждать. Я не собираюсь с тобой драться. Так ты не слезешь. Ну-ка прекратись. Ну-ка отпусти мою ногу. Сволочь. Так почему же ты не вставишь? Эй, ты говоришь, отпусти его. А то тебе придется покрутить и мою ногу. Ну ничего, я еще с тобой поквитаюсь. Тихо. В чем еще дело? От безделья и ожидания они уже сходят с ума. Да, я уж вижу. Кончайте валять дуракам. Мне нужны 40 человек для выполнения приказа. Все понятно. Да, сэр. Я... Заряжай. Тихо. Погорик. Грини. Ты узнав. Ты узнав. Грини. Ты узнав. Ты узнав. Человек умер и закончил свой путь. Он до конца выполнил свой долг, и теперь он в земле, но, подобно растениям, он возродится, так же, как реки впадают в океан, как растение возрождается из семени, так же возрождается. И мы всегда будем помнить о нем. Итак, ты собираешь небольшой отряд. И ведешь его закрывать выход из ущелья. Будь осторожен, не попадись в руки Апачи, они могут не расширенно атаковать. Это значит, нам надо пробраться к ущелью и держать его небольшими силами. Другого пути нет. На этот раз я должен возглавить отряд и провести его в форт непобедимый. Нет. Я не могу рисковать тобой. Ричард, тобой и твоими людьми. Мне нужен небольшой отряд. Всего 6-7 человек. 6-7 человек? Ну, Апачи в сотни. Нам так легче будет пробраться к ущелью. Это всего лишь вопрос времени. Но форт непобедимый уже вряд ли соответствует своему названию. Конечно, Апачи будут выступать. Но нам надо продержаться некоторое время. Думаю, дня 2-3 мы сможем продержаться. Когда ты собираешься выступать, завтра с утра. Хорошо. Я надеюсь на тебя. И доверяю тебе своих лучших людей. Я могу их выбрать сам? Конечно. Любых. Тебе за них отвечать. Прошу прощения за мою несдержанность в последнем нашем разговоре. Никаких проблем. Постарайся прийти туда, до них. И выражаю соболезнования по поводу Хэллоуи. Я не собираюсь. Да, ребята, все сюда. Все сюда. Что случилось? Сейчас увидите. Капитан Лэн приказывает завтра в 5 часов утра быть готовым выступить в поход. Следующим лицам. Сержант Муллер. Капрал Гилдерст. Рядовые Тобуси. Анстат. Мэтлок. Секстон. Всем перечислено. Иметь при себе оружие. Полную боевую. К счастью, меня нет. Меня тоже. Какой же неугомонный человек. Его тут все ненавидят. Почему он выбрал нас? Почему я? Не понимаю. А почему меня? Ну, чего вы тут, ребята, щебечете? Теперь, мои маленькие герои, позвольте, подвольте-ка мне взглянуть на приказ. Так. Капитан, оказывается, продолжает верить в меня. Вот что значит не быть подхалимом. Другой бы не очень радовался на твоем месте. Это может быть только халавай-медий поход. Для меня он точно окажется последним. Как и для Халавая. Неплохо бы его оставить. Без него тут будет скучно. У нас никогда не было права изменять приказы. Выпустите меня отсюда. Выпустите. Ты здесь просидишь всю ночь. Пожалуйста, выпусти меня. Зачем? Чтобы ты убил капитана? Да я бы с удовольствием это сделал. Да, но только у тебя не будет такой возможности. Выпусти меня отсюда. Черт. Пост номер восемь. Пост номер восемь. Суда, пост номер восемь. Что случилось? Только посмотри, что он сделал. Я не поверил. Ну и ну. Если бы не увидел, собственными глазами не поверил бы. Попал, кстати, в список. А ты ничего не перепутал? Нет. Ну ладно, хорошо, выходи. Ты пойдешь завтра в поход. Капитан Лэнс внес тебя в список. Внёс меня? Это он внёс Табуси. Лучшего из рядовых. Поскорее сюда возвращайся. Камера будет по тебе скучать. Для меня... Для меня всегда находится время и место. Ну и что, отпускаем его? Конечно. Это же приказ. Что тебе нужно? Мне нужно поговорить с тобой. Ничего нового ты мне не скажешь. Поэтому... Я... Не хочу тебя слушать. Ты сейчас, наверное, скажешь, что очень сожалеешь. Что ничего нельзя изменить. Ну, предположим, что любовь тебя подтолкнула. Сделать её. Но ты мне ничего не будешь говорить. Это не про любовь или Билл, или что это было, или будет быть. Потому что я тебя не буду слушать. И не буду, потому что для меня... Для меня ты уже мёртв. Даже ещё более мёртв, чем Билл. Тебя нет больше в моём сердце. Ты слышишь меня? А теперь оставь меня в покое. Убирайся. 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 Ты... Ну, Дженни, там, куда я отправляюсь, нет никаких девушек, как ты. Лучше бы ты взял с собой воды. Да ты что, Дженни? Мы три или четыре дня будем в походе. Мне без этого никак нельзя. Я вернусь к тебе, как только смогу. Неужели? Почему ты так говоришь? Как будто ты не любишь меня. Дженни, мне уже пора. Хотя, подожди, подожди, подожди. Мне не помешает пару глоточков. И будь хорошей девушкой, Дженни. Дай-ка я тебе поцелую. Ну вот, виски я взял. Остальное... Не важно. До встречи, моя дорогая. Так, так, так. Но мы же договорились. Ты не будешь волноваться обо мне. Я скоро вернусь. Так-то лучше. И помни, я все время буду думать о тебе. Я буду думать о тебе. Каждую милю своего пути, дорогая. Приготовиться. По коням. По коням. Вперед. КОНЕЦ 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 Стой. Ну, как дела? Все в порядке. И не в порядке. Мне надо тебе кое-что сказать. По секрету. А солдатам ты ничего не хочешь сообщить? Может быть, позже. Хорошо. А сейчас... Нужно осмотреть место. Ты опасаешься внезапной атаки? Надо быть готовым ко всему. Начнем завтра. Днем. Ладно, располагайтесь. Я постараюсь узнать в них дальнейшие планы. Увидимся позже. Приготовиться, спешиться. И построиться. Ровнее, ровнее. Возьми с собой табуси и веди наблюдение за входом в ущелье. Сержант Мурдак, я хочу, чтобы ты выбрал помещение для солдат, для хранения всех припасов и для меня. Сэкстона, я попрошу быть ответственным за связь. На этом все. Вы получили свои приказы. Выполняйте. Что случилось, Анстат? С чего бы этот капитан заботиться о тебе больше, чем о других? Куда ты собрался их нести? Слышал, что сказал капитан? Ну, это же мои фляги. Никогда не слышал, чтобы ты так беспокоился о воде. Оставь их в покое. Понял? Лучше успокойся, иначе тебе не сдобровать. Да, сэр. Да. У тебя такой же приказ, как и у всех остальных. Продолжайте, сержант. Продолжайте, сержант. Да, сэр. Что там еще случилось? Гелбрест опять выпил лишнюю воды, но он не пьет воду. Ты будешь ответственным за порядок в форте. Я не собираюсь больше отвечать за этих людей. Не забывай, что в твои обязанности входит отдавать часть приказов. Я же сказал, не буду. Ну, ты решай сам. Капитан, это моя любимая работа. Хорошо, продолжай. Так, стены в хорошем состоянии. Отсюда прекрасно просматриваются ущелья. Да, сэр. Несколько стрелков смогут удерживать их в атаке долгое время. А если нам это не удастся? Надеюсь, что удастся. Капитан Лэнс? Капитан Лэнс? Слушаю. Сэр, я обследовал северную сторону. Оттуда нам ничего не грозит. Прекрасно, сэр. Прекрасно, сэр. Я также присмотрел безопасное место для капитана. Вы очень хорошо, сэр. Отправляетесь туда, а я присоединюсь к вам позже. Отлично. А теперь нам надо немного отдохнуть. Возможно, нам придется идти через ущелье. И тебе придется командовать. Командовать кем? Лошадьми. Эй, капитан Лэнс, капитан, позже, позже. Дай-ка сюда. Я сделаю это сам. А в чем дело, капитан? У каждого есть свои обязанности. Понял? Да, сэр. Если у вас есть время, капитан, я бы хотел обсудить кое-что. Говори, сержант. Речь идет о моем повышении. Ведь освободилось место Хэллоуэя. И что дальше? Я был назначен на должность офицера. Да. Вас назначали на эту должность три раза. И каждый раз вы не оправдывали надежду. Все это в прошлом. Но я был чуть ли не единственным, кто был рад, что вместо вас поехал Хэллоуэй. Может быть и так. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Сержант, вы кое о чем забыли. Через полчаса нам надо быть готовы к сражению, к отражению атаки. Матти. Матти. Дэнни, у меня есть две вещи в жизни, которые я ненавижу. Одна это вот эти мозоли, а вторая это отсутствие виски. Когда принимаешь каждый день, чувствуешь себя гораздо лучше. Каждый день? Может быть вам лучше перейти на воду? Воду, да ты что? Вода годится только для рыб. А ну-ка сбегай, принеси мне немного виски. Слушаюсь, командир. Все в порядке? Остается только один выход из форта к ущелью. Вы думаете, они нападут ночью? Да, сэр. Ты помнишь, о чем мы говорили? Да. У тебя хорошая память. Ладно, держи. Водите больше динамита, да, сэр. Капитан, не найдется огоньку. Ну, спасибо. Да, с лечением здесь немного. Это верно. Не хотите ли сигару? Нет, я не курю. Надо же, он даже и не курит. Эй, Гилберст. Да, сэр. Если мы уйдем из форта, ты останешься здесь. Все, что от тебя требуется, это быть всегда на чеку. Да, сэр. Мать твою за ногу. Капитан Лэнгс, в чем дело? Я пришел помочь вам. Тебе бы лучше пойти отдохнуть. Вы зря обо мне беспокоитесь. Я всегда в форме. Не забывай, что завтра у тебя должна быть свежая голова. Если бы я был слабаком, я бы здесь не находился. Я вижу, только что ты пьян. Да что вы говорите. Где это ты так надрался? В порту протекает целая река Свердного. Ладно, поговорим позже. Сержант, да, как дела? Практически все готово. А у тебя нормально. Я уже отдал тебе приказ. Осторожней. Спускайтесь сюда. Тысяча людей хотели бы увидеть тебя мертвым. Возможно, такова воля неба. Ты же понимаешь, что ни один человек не может сдвинуть гору. А ну, убери его отсюда. Один, я сказал, убери эту гору. или ты уберешь ее, или я тебя пристрелю. Построиться теперь всем. подравняться. Подравняться. Как такое могло случиться? Это была воля неба. Направо. И шагом марш. О, Джоэй. Спасибо. Спасибо, Джоэй. Да не за что. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты здесь не один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему так мало? С тебя хватит, Хэппи. Да уж, хватит. Вода понадобится, когда будем проходить перевал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, будешь пить? Или отказываешься? Давай наливай. Ладно. Хотя и не стоило бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как насчет распоряжения капитана? Он сказал, что воду надо экономить. Я уверен, что он сказал по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, чтобы все, что у нас есть. Капитан приказал поделить это. В таком случае ты не умеешь делить. Может быть, у тебя есть запасы воды? Может, и есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА